фирмы Крамзаписи, чтобы они прекратили продавать мои старые немусульманские пластинки. Слава Богу, больше мне этого делать не надо. В положении почти аналогичным английскому писателю оказалась американская рок-певица Мадонна. У нее вышел новый видеоклип под названием «Как молитва». Кстати, это и название ее нового альбома, который вызвал яростные атаки со стороны фундаменталистов, на этот раз не мусульманских, а христианских, которые обвинили ее в том, что она высмеивает христианство. Дело в том, что в этом видеоклипе присутствует Иисус Христос, но он там дан в виде такого симпатичного молодого негра, к тому же имеющего определенные виды на Мадонну. Он ее целует, но после этого раскаивается и плачет кровавыми слезами. Все это было расценено как оскорбление христианства. Я думаю, что если у нас появится хорошая копия этого видеоклипа, мы постараемся показать его в одной из наших будущих программ, поскольку, как указывали некоторые центральные газеты, с атеистической пропагандой на ЦТ дело обстоит очень неважно. И теперь одна хорошая новость. Майкл Джексон, как вы, возможно, читали в центральной прессе, заявил о том, что он покидает концертные подмостки и впредь намерен посвятить себя карьере киноактера. Это хорошая новость сама по себе, но еще лучше то, что только что пришло сообщение о том, что Майкл Джексон утвержден на главную роль в фильме «Невольник чести», в фильме о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Эта картина будет сниматься совместно киностудии Columbia Pictures США и творческим объединением «Стоп-кадр» Советский Союз. В советской творческой группе режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хелькевич, художник по костюмам Людмила Павлова и композитор Юрий Чернавский. Сейчас идут пробы на замещение вакантной должности исполнительницы главной роли Натальи Николаевны, порожденной Гончаровой. Обязательное требование к актрисам, естественно, чтобы талия у них была не шире 50 сантиметров, как это было у Натальи Николаевны. Вообще говоря, Советский Союз стал уже стандартным местом для съемок рок- и поп-фильмов. Только что в прошлом месяце вышли очередные две видеокассеты. Это кассета группы Scorpions под названием «В Россию с любовью» и прочие дикарские забавы. И кассета группы Big Country под названием «Мир в наше время. Москва 1988». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!